Госдума приняла закон, продлевающий дачную амнистию на 5 лет. До 1 марта 2026 года граждане могут оформить права на жилые и садовые дома на земельных участках, которые предназначены для садоводства в упрощенном порядке. В марте следующего года срок ее действия бы истек. После этого людям пришлось бы уведомлять о начале и завершении строительства дому власти и ждать согласования. В тонкостях разбиралась Галина Григоря. Она сегодня у нас в студии. Галя, расскажи подробнее. Да, Алина, предзакон о продлении дачной амнистии ждали многие. Обо всем по порядку. В ближайшие 5 лет порядок оформления частных жилых домов вновь упрощен. По словам представителей Росреестра, необходимых бумаг потребуется совсем немного. Это документы на земельный участок и технический план здания. Как нас заверили, получить их тоже не займет много времени. Оформить необходимо документ на землю, представить, который имеется у гражданина, а также обратиться к любому кадастровому инженеру, в БТИ, либо кадастровый инженер по объявлению, который оформит технический паспорт, технический план жилого дома. И все эти документы можно самостоятельно сдать в любом офисе многофункционального центра. Оформление в упрощенном порядке составляет 350 рублей, плюс услуги кадастрового инженера по оформлению технического плана. Это где-то около 3-5 тысяч рублей. Все равно жилые дома должны быть. Соответствовать градостроительному регламенту, правилам противопожарной безопасности и другим ограничениям, которые установлены в населенных пунктах. В частности, жилые дома должны быть не более трех этажей высотой и также не выше 20 метров. Пока упрощенно оформить можно только частные дома и личные хозяйства. Но, по словам представителей Росреестра, в Госдуме на рассмотрении уже находится законопроект о гаражной амнистии. Он облегчит регистрацию гаражных помещений.